конечно же нет я не думаю что америка засыплет нас вооружением деньгами по-моему за два года то войны через два месяца будет два года как крупномасштабное вторжение можно было понять какую тактику избрали американцы они предпочитают потихоньку давать нам ровно столько вооружения и финансов чтобы мы могли и россиянам оккупантом потихоньку стравливать кровь спускать ради не сразу просто вот такие проблемы америки дать на не знаю все эти джимы лрс джи лсд библион там не знаю атакам все хаймерсы абрамцы блин одним куском в двадцать втором году что просто из-под киева под зад коленом выбить и там 250 тысяч войск российских которые сюда зашли чисто по каким-то процедурным моментом вообще никаких проблем двадцать втором году у байдена была по ленд-лизу договор то есть то есть он мог даже без конгресса принимать решение и отдавать нам это оружие этого не сделано почему по моему ответ очевиден потому что не надо им чтобы россия пришла в киев получила под зад коленом ушла в двадцать втором году и начала там копить себе дальше вооружение модернизировать танки и так далее готовится к следующему броску там становиться союзником китая уже без альтернативным американцы по моему избрали стратегию такую они стараются просто потихоньку спускать кровь как я уже сказал с российской федерации чтобы когда это российская федерация стала союзником китая уже без альтернативным она уже потому что не выбрал другого нет чтобы она была не союзником а братом-близнецом диктатором который просто обескровленным который будет не союзником полноценно просто горбом телепаться на спине у китая потому что сейчас армия переполовине на российское современное вооружение российское китрине фене блин там перебита все да если в двадцать втором году россия вышла при условии что американцы дали нам сразу много вооружения сейчас бы это все было целое половина это не 300 тысяч не 500 тысяч потери были сейчас российской федерации а сколько там 23 тысяч потерь было в начале вторжения 22 года по моему прекрасно да конечно не там до последнего украинца а почему нет почему им не воевать до последнего украинца это выдан российская армия переполовину они же это говорят а ни один американский солдат ни один там европейский солдат еще не погиб ну правда же почему нет ну я не понимаю для них я не думаю что они засыпят нас оружием я думаю что они будут нам давать оружие именно столько сколько им выгодно не нам а им я как бы я не могу за это судить ну как бы это их решение нас мы тупили там 30 лет думали что русские нам брать и чая-то вина американцев вот это же будет а я лично там хотел там армию распускать украинскую потому что она нам не нужно у нас русские брать ну раз мы натупили сейчас вот америка решает свои вопросы чтобы ослабить россию до полного несостояния чтобы она была блин как я не знаю как кисель америка откровенно это делает но то что она украинцев при этом не жалеет а сейчас с каких делов и нас жалеть ну вот с каких делов наша выгода украинца в том что либо мы будем еще одним довеском уже даже не китаю от блин к этому сиамскому близнецу российская китая российской федерации то есть еще один там бородавкой на теле этой российской федерации либо мы будем в европе да там пятым колесом у телеги там совершенно эклектичное образование там мы в нем будем находиться на каких-то мизерных наверняка правах ну как просто кто последний вступать в компанию того конечно меньше всего и прав он уже подстраивается под правила которые созданы до него это совершенно естественно нам приходится выбирать либо мы блин с китайской диктатурой и от этим вот сиамским близнецом российской федерации либо мы в европейском союзе где какие никакие там права человека как-то тебя просто на бутылку не сажают понимаешь как это делает публично этом ли там кадыровские сынки там не избивают людей заключенных получая за это ордена то есть это выбор украины украинцев я считаю что нам лучше быть все таки я не хотел в европу я в тринадцатом году говорил нафиг нам идти в наймы ты хоть в примы хоть к русским хоть прусским это большое самодостаточное государство ну конечно россия по я никогда не думал что россия на нас попрек но после аннексии крыма стало понятно что хочешь не хочешь ответы либо с теми либо с этими нельзя тут быть нейтральной швейцарией сами мы не днем может и отобьемся конечно от российской федерации но это будет на уровне партизанчины а по поводу россия станет на военные рельсы но понимаете ребята у вас сейчас 16 процентов ключевая стал когда это больше чем украины сейчас у вас ваша ваши сами эти налоговики там это правительство говорит о том что в следующем году рост будет у вас один процент а доходы увеличится на 22 процента вы понимаете что это значит это значит что у вас как минимум на четверть увеличится инфляция относительно к доллару евро то есть в этом году он был там сколько 65 за доллара в следующем будет 130 минимум это уже как бы официально то что написали власти ваши а как оно получится на самом деле налогами то есть не получится ничего не добрать это не получается то есть вы уже сейчас там яйца у эрдогана берете так вы прошли полный путь от ножек буша до яиц эрдогана и я не говорю о том что вы там с голоду подохните я говорю о том что у вас не будут возможности закупать блин какие-то вооружения на там прицелы тепловизоры и так далее чего вы сами сделаете лапте ноги поэтому я как бы совершенно спокойно смотрю на ваш экономический рост как раз тот что нужно вы вкладываетесь в танки там всяким на всякую свою железную вонючую поганую советскую технику на здоровье посмотрим кто кого пересилит европа с украиной или россия с ираном и китаем дай то по моему китай уже не особо то вам рад как соседям и партнером в кавычках